Музыка Еще раз приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем разбор третьей главы Евангелия от Матфея. Мы здесь с вами рассмотрим следующую тему. Иоанн Креститель, предвозвестник Царя, объявляет о пришествии Царства и крестит Иисуса Христа как Царя. Так что мы здесь начинаем сослужение Иоанна Крестителя. Мы читаем. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Этот Иоанн Креститель совершенно неожиданно появляется на страницах Священного Писания. Если бы у нас только была бы книга Евангелия от Матфея, мы бы все удивлялись, откуда этот человек пришел и где он был раньше. Но Матфей нам не сообщает об Иоанне по совершенно очевидной причине. Пророк Малахия в самом начале третьей главы своей книги уже предсказывал еврейскому народу то, что появится посланник, который приготовит путь идущему за ним Царю. По вдохновению Духа Святого он говорит, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Этим посланником как раз был Иоанн Креститель. И о его прошлом знать и не нужно. Когда к вашим дверям приходит курьер и приносит какой-либо документ, вы не спрашиваете у него, молодой человек, из какой вы области? И чем занимаются твои родители? Конечно, нет. Вас эти факты совсем не интересуют. Вы больше заинтересованы его посланием. И это действительно очень важно. И именно только его вы хотите получить. И поэтому вы благодарите этого посланника, даете ему на чай и отпускаете. И больше никогда не вспоминайте о нем. И равным образом Иоанн Креститель ясно дал всем понять, что он всего лишь посланник. И Матвей в своем Евангелии тоже четко проводит эту линию. Поэтому Иоанн так внезапно вступает на страницах Священного Писания, проповедуя в пустыне Иудейской, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Давайте рассмотрим все эти выражения отдельно. Во-первых, призыв «покайтесь». Затем определение «Царство Небесное». И в-третьих, «приблизилось». Первое очень важно – «покайтесь». Это слово часто звучало в обращениях к Божьему народу, как призыв «отвернуться от своих злых путей». Это слово в оригинальном греческом тексте звучит как «метаноя», что значит «перемена мысли» или «мышления». Это происходит так – вы идете в одном направлении, а потом поворачиваетесь и идете в другом. Я думаю, что процесс покаяния всегда и во все века был очень важным для спасения людей, то есть для Божьего народа. Когда мы становимся холодными и безразличными, то пора нам повернуться и идти в другом направлении. Как раз об этом и идет речь во второй и третий главах книги Откровения, в послании самого Господа Иисуса Христа к семи церквам Малой Азии. Но тут кое-кто может спросить, а разве не нужно каяться неспасенным людям? Но неспасенным людям велено верить в Господа Иисуса Христа. Как раз об этом сказал Павел Стражнику темницы в книге «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих. Конечно, этому старому нечестивцу было в чем покаяться. Но только тогда, когда неспасенный человек начинает верить в Иисуса, только тогда он или она кается. Вера означает поворот ко Христу. А когда вы поворачиваетесь ко Христу, то вы должны отвернуться от чего-то прежнего. И если вы не поворачиваетесь от прежнего, тогда на самом деле вы не поворачиваетесь ко Христу. Поэтому покаяние – это истинный компонент веры. Но главная весть для неспасенных сегодня – это то, что они должны верить в Господа Иисуса Христа. Конечно, нам всем нравится смотреть, как люди выходят вперед на наших богослужениях, чтобы принять Иисуса Христа. Но самое важное – это довериться Христу как своему личному Спасителю. И если вы действительно повернулись к Нему, то вы обязательно отворачиваетесь от чего-то другого. А теперь дальше, что именно Иоанн Креститель имел в виду, говоря, что Царство Небесное приблизилось? Он хотел сказать, что Царство Небесное уже присутствует в личности самого Царя. Но может ли Царство Небесное быть здесь, на земле, сейчас, в настоящее время? Да, Небесное Царство – это реальность. И те, кто приходят к Иисусу как к Спасителю и признают Бога, переходят в Его Царство, в Царство Его дорогого Сына. Теперь уверовавшие принадлежат Ему. И они имеют с Ним намного более тесное общение, чем обычные подданные обычного Царя. Христос – это жених, а верующие – Его невеста. И кто-то тут может возразить, говоря, что мы не похожи на подданных Царя, потому что мы не выполняем повеления нашего Царя. И опять я скажу, что в этом понятии заложено нечто большее. Да, мы должны повиноваться Ему, потому что мы любим Его. Это отношение любви. В Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит своим ученикам, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Царство Небесное – это правление Небес над землей. Оно сегодня еще не осуществилось полностью. А те, кто уверяет, что Царство Небесное уже осуществилось сегодня, не правы. Христос не правит миром ни в какой степени и ни в каком виде. Он правит лишь в сердцах людей, которые приняли Его. Однако наступит и день, когда Он придет, чтобы установить свое Царство на земле. И когда Он сделает это, Он положит конец всякому мятежу. Поверьте мне, Он действительно покончит с бунтарством. Но уже и тогда Царство Небесное приблизилось и присутствовало в личности самого Царя. Только в этом смысле оно приблизилось к нам. Далее, в третьем стихе Матфей рассказывает еще об одном пророчестве. Это написано в книге пророка Исаии. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия. Глаз вопиющего в пустыне, Приготовьте путь Господу, Прямыми сделайте стези Ему. Глаз вопиющего в пустыне, Это определение, которое Иоанн Креститель применил к себе. Его единственной целью было приготовить путь Господу. В четвертом стихе мы читаем об Иоанне. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса И пояс кожаный на чреслах своих. А пища у него были акриды и дикий мед. Все же странный человек, не правда ли? И диета у него была странная. И одежда весьма необычная. И, к сожалению, сегодня он выглядел бы как бродяга. Его одежда была приготовлена из верблюжьего волоса. Препоясом он был кожаным ремнем, А питался саранчой и медом. Нам также говорят, что он никогда не брился И отрастил себе длинные волосы. Он был совершенно необычным, Но он был посланником с конкретной миссией. Это был реальный ветхозаветный персонаж, сошедший со страниц ветхозаветных писаний. Далее мы узнаем, что и Русалим, и Иудея, и вся окрестность Иордана выходили к нему. Обратите тут внимание. К нему шли огромные массы народа. А Иоанн не арендовал стадион, кинозал или церковь. Там не было никаких комитетов или церковных советов. Его нигде не приглашали. Фактически он вообще не подходил к городам. И если вам бы захотелось послушать Иоанна, вам пришлось бы идти туда, в пустыню. Но совершенно было очевидно всем, что на нем был Дух Божий. И в шестом стихе мы читаем, что люди крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Другими словами, все это говорит об изменении, которое произошло в жизни тех людей. Тот факт, что они подчинились Иоанну и приняли от Него крещение, указывал на их отказ от прежней жизни и поворот к новой жизни. Но теперь на сцене появляются фарисеи и садукеи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал ему, «По рождению Ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Вы только посмотрите, именно кто идет к Иоанну, и послушайте, как он приветствует этих почтенных гостей. И представьте себе, что ваш церковный проповедник в следующее воскресенье встанет в церкви и говорит всему приходу, «О, порождение Ехиднины!» Я думаю, что ваши дьяконы тут же сказали бы, что будут искать ему замену. Это действительно сильное выражение. И помните, что Иоанн во весь слух обращался к уважаемым гостям, фарисеям и садукеям. Он говорил им, что у вас должны быть свидетельства вашей новой жизни. Самого акта крещения недостаточно. Должны появиться плоды. Далее в девятом стихе он продолжает обращаться к ним, говоря, «И не думайте в себе говорить, что отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Дорогой друг, Иоанн говорит здесь о великих истинах. И теперь вы можете догадаться, почему правители и высокопоставленные лица не любили и даже боялись его. Десятый стих продолжает ту же тему. Мы читаем, «Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в вагон». В Новом Завете очень много говорится о плодах. Плоды являются результатом хорошего роста и плодовитости деревьев. И только плодоносные деревья могут приносить плод. Но здесь Иоанн говорит и о топоре, который лежит у корне деревьев, и о причине, которой плодов на деревьях нет. Вы все знаете, что яблони дают яблоки, а сливовое дерево приносит сливы. Но когда дерево приносит только колючки, его следует срубить. Корни и плоды соответствуют друг другу. И у дерева должен быть добрый корень, чтобы оно могло приносить добрый плод. И именно об этом говорит здесь Иоанн Креститель. Он предупреждает фарисеев, что деревья, не способные приносить добрый плод, будут срублены и брошены в огонь. А далее в следующем стихе Иоанн поясняет, говоря, «Я крещу вас в воде для покаяния, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн говорит, «Я крещу вас в воде, но он, идущий за мной, будет крестить вас Духом Святым и огнем». Этому союзу И уже более девятнадцати сотен лет. Мы с вами живем в век Святого Духа. В настоящее время Иисус Христос крестит верующих огнем Святого Духа. И это пророчество Иоанна сбылось буквально. Ученики Христа действительно были крещены Духом и огнем. Потому что в Библии сказано, что на них почили огненные языки. В книге Деяния апостола написано следующее, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Тринадцатый стих этой же главы повествует о крещении Иоанном Иисуса Христа. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от Него». Это весьма примечательное событие, и мы должны задать себе вопрос, зачем вообще Иисусу нужно было креститься? Давайте попытаемся ответить на Него, но сначала давайте прочитаем следующие два стиха третьей главы. Там пишется, «Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. Так зачем Иисус крестился? На этот вопрос существует несколько ответов. Однако главная причина крещения кроется в самом ответе Иисуса, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. И именно Своим крещением Иисус полностью отождествил Себя с греховным человеком. И пророк Исаев в 53-й главе в 12-м стихе предрекал, что Иисус будет причислен к злодеям. И здесь мы увидим царя, который отождествил себя со своими подданными. Фактически крещение означает отождествление. И я верю, что отождествление и было главной причиной крещения Господа Иисуса. Иисус не крестился для того, чтобы показать нам пример. Он не мог быть для нас примером в крещении. Христос был свят. Ему вовсе не нужно было креститься. А мне и вам необходимо креститься. Но Он был свят, непорочен, праведен и отделен от грешников. Он был крещен, чтобы полностью отождествиться с человечеством. Но и существовала вторая причина, по которой Иисус принял крещение. Видите, водное крещение символ смерти. Его смерть была Его уникальным крещением. Вы помните, что Он сказал Иоанну и Якову, когда те захотели сесть по правую и левую сторону в Его царствие? И знаете, чего вы просите? Можете ли вы пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь? Видите ли, смерть Иисуса была крещением. Он вошел и погрузился в смерть ради вас и меня. Но я также и приведу третью причину крещения Иисуса Христа. В это время Он отделил Себя для священнического служения и на Него сошел Дух Святой для служения в качестве священника. Все, что делал Иисус, каждое Его действие было совершено силой Святого Духа. По второму посланию Коринфянам апостол Павел говорит, ибо не знавший греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы сделались в Нем праведными пред Богом. На Нем появился наш грех, но в Нем самом греха не было. Мой грех был возложен на Него, но не в Него. Это очень важно понять. Поэтому мы все спасены через наше отождествление с Ним. А Он отождествился с нами через крещение. Апостол Петр в своем первом послании говорит, что мы спасаемся крещением. Каким образом? Отождествляя себя с Иисусом Христом. И быть спасенным это значит пребывать во Христе. Но как мы можем попасть в Христа? Крещением Духом Святым. Я верю в водное крещение, потому что этим крещением мы свидетельствуем о том, что мы отождествились со Христом. И все мы должны понять, что нам нужно отождествиться со Христом. А это отождествление осуществляется Святым Духом. Водное крещение же является свидетельством этого отождествления. И позвольте мне еще раз повторить 15 стих. Но Иисус сказал ему «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И тогда Иоанн допускает его. То есть Иоанн крестит Иисуса. И далее последние два стиха. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сей отверзли с небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который исходил как голубь, и не спускался на него. И сей глаз небоглаголюши, сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Здесь мы видим появление всей Тройцы. Когда Господь Иисус выходил из воды, на него снизошел Бог Дух Святой в виде голубя, а с небес раздался голос Бога Отца. Отец сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И теперь Господь Иисус полностью отождествился со Своим народом». «О какой это чудный царь! Давайте все поклонимся этому царю царей». И на эту мысль кончается наш разбор третьей главы Евангелия от Матфея. Оставайтесь с Богом, дорогие, до новых встреч! Редактор субтитров